Всем привет! Сегодня мы поделимся нашим опытом записи и создания аудиоспецэффектов и звукового окружения в играх в нашей студии в онлайн. С самого начала мы решили, что для наших проектов нам потребуется очень большая аудиобиблиотека со специфичными звуками разных металлических предметов и механизмов. Окей, всем привет, друзья! С самого начала мы поставили для себя довольно-таки большую и сложную задачу. Имея лишь теоретические знания в области игровой индустрии. Мы, честно говоря, и понятия не имели с чего начать, поскольку делали мы это без опыта, а основным стилем для нашей создаваемой игры был стимпанк. Стимпанк! Да у ребят просто голову снесло, когда у нас появилась своя студия звукозаписи. Они днями и ночами думали, как бы им записать и придумать звуки. Но у нас появилась идея. Начали потихоньку собирать весь звенящий, текстурный, я бы так сказал, хлам. На месяц студия превратилась в склад разного рода металлолома и прочего барахла. Мы использовали все, что смогли раздобыть, начиная от металлических пружин, заканчивая вакуумными насосами. Были какие-то шумы, какие-то дребезжания деревянных, металлических. Если остаться в этой комнате надолго, можно до бесконечности записывать и совмещать звуки. И один не будет похож на другой, все получатся разными. Даже от угла падения, либо от скорости вращения может кардинально измениться динамика звука. Мы начали записывать каждый предмет по отдельности, чередуя силу нажатия и тряски, что дало нам вариативность в постпроцессе. Для меня стимпанк превратился в кучу старого хлама и полного трэша. Ну а для ребят это оказалось весьма серьезным занятием. Мы решили провести эксперимент и начали совмещать разного рода предметы и записывать как один звук. На удивление результат был поразительным. Мы не только записывали звуки, мы также создавали цепочку уникального звукоряда, который воедино давал нам нужный результат. Почему бы не одеть нам медицинские халаты? Ну давайте одень медицинские халаты. Перед тем, как приступить к самому процессу записи, я предложил Ашоту надеть медицинские халаты, чтобы изолировать шум от одежды. Так как мы писали на два микрофона сразу. Логика такова. Где шума меньше, дорожку того микрофона берем на вооружение. Было очень смешно, когда для звука гусеничного танка мы использовали старинную ручную перцемолку совместно с ручной дрелью. Получилось это так. Понизили тон дрели и перцемолки, наложили друг на друга, обогатили общую волну и на выходе получился похожий звук. Имея обширную аудиобиблиотеку, мы просто не могли не воспользоваться ею. Впервые мы использовали нашу аудиобиблиотеку в нашей первой семейной мобильной игре. Ссылка на которую будет доступна в описании к видео. Более 163 разновидностей звуков и амбенсов были интегрированы в игру. Меню игры было насыщено разными звуками и голосовыми эффектами, начиная от кнопок, заканчивая всевозможными рычагами и переключателями. И в завершении хочу сказать, что мир звукозаписи достаточно богат. Он очень увлекательный, местами странный, местами и смешной. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и у вас все получится. Ну, когда я услышала первые звуки и первые результаты, я была приятно удивлена. И, наверное, это тот самый момент, когда можно смело сказать, что если сильно захотеть, можно добиться чего угодно. У нас это получилось. Эксперимент у ребят удался. Поэтому советую всем пробовать и не бояться. Несмотря на то, что со стороны это может казаться странным или смешным. Ну что же, друзья, мы надеемся, что видео оказалось полезным для вас. Помните, друзья, что все в ваших руках. Главное взять, начать и делать. Помните, что не крутая дорогая техника, свои шедевры. Их стоят простые ребята, такие как мы с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. В следующем выпуске мы поделимся своим опытом и раскроем пару простых трюков в создании рекламного фото и видеоконтента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok